Фурмановская лыжня – давняя хорошая традиция Фурмановского района. В этом году соревнования прошли уже в 57-й раз и собрали более 400 лучших спортсменов. Расширилась и география участников. Нижний Новгород, Москва, Иваново, Ярославль, Тутаев, Кострома, Владимир, Рыбинск, Нерехтович, Угукинишма, Южа, Шуя, Комсомольск, Наволоки, Родники, Тейково, Фурманов. В забегах приняли участие любители и ветераны беговых лыж. Торжественную церемонию спортивных соревнований открыл временноисполняющий полномочия главы Фурмского района Павел Колесников. Он вручил благодарственные письма за высокие спортивные достижения и активное участие в развитии лыжного спорта на территории Фурмского района, воспитанницы спортшколы города Фурманово, победительницы Деменского марафона 2020 года областных и межрегиональных соревнований Анастасии Косогоровой, воспитаннику филиала спортшколы номер 5 города Иваново, победителю областных соревнований Даниилу Бурдину, воспитанникам отделения лыжной гонки детско-юношеской спортивной школы города Фурманово, победителям областных и районных соревнований Сергею Чураеву и Юлии Чураевой. Фурманская земля уже 57-й раз проводит ежегодные фурмановскую лыжню. Это по традиции, правда, достойное мероприятие, которое развивается из года в год. И я надеюсь, в дальнейшем его масштабы будут только увеличиваться. Я вас всех поздравляю с этим настоящим праздником, успехов, удачи и всего самого доброго. Спасибо вам за прекрасный праздник не только для жителей Фурмановского района, но и для всей области. Я знаю, что сюда приехали спортсмены из других регионов. Это всегда замечательное событие. И, конечно, оно несет очень социально значимый эффект. Прежде всего, это здоровье, здоровье подрастающего поколения, приобщение к спорту. Ну и, конечно, прекрасное времяпровождение семьей на свежем воздухе. Всего вам доброго, здоровья, удачи. А нашим спортсменам, которые сегодня покажут наилучшие результаты, партия «Единая Россия» тоже подготовила небольшие призы, которые будут вручены в процессе награждения. Спасибо всем, с праздником! В это время, пока на старте, лыжники с нетерпением готовились, разминались и ждали сигнального выстрела на сцене. Организаторы подготовили творческую программу. Зрители и гостей праздника своими яркими музыкальными композициями встретили известные фурмские народные коллективы Центрального дворца культуры, Веснушки, Русь и ансамбль танца «Акцент» Центра детского творчества. Ну а непосредственно на лыжне предстояло встретиться как юным спортсменам, так и мастерам своего дела и, конечно же, ветеранам спорта. Для каждой возрастной категории участников были определены соответствующие дистанции – 3, 5, 10, 20 и главная дистанция – 30 километров. В судейской бригаде традиционной лыжной гонки тренеры-преподаватели детско-юношеской спортивной школы города Фурманово под руководством главного судья Александра Карпанова и спортивный судья, инструктор-методист спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 города Иваново Сергей Ксенофонтов. Пока спортсмены соревновались, болельщиков и любителей зимних видов спорта ждали как традиционные развлечения, так и приятные сюрпризы. Все желающие могли бесплатно отведать вкусную кашу и горячий чай, работала выездная торговля, спортинвентарем и сувенирной продукцией. Большой интерес у зрителей вызвала выставка спасательной техники главного управления МЧС России по Ивановской области. Рядом с лыжной трассой виртуозно работали мастера карвинга, резьбы бензопилой по дереву. Филигранное владение инструментом превращало обычные бревна в произведения искусства. Завершила массовый спортивный праздник церемония награждения победителей и призеров. Среди фурманских спортсменов на пьедестал почета в своих возрастных категориях поднимались Анастасия Косогорова, третье место среди девушек 15 и 16 лет. Анастасия Ситникова, четвертое место среди девушек 15 и 16 лет. Даниил Бурдин, шестое место среди мужчин 19 и 29 лет. Сергей Кулемин, второе место среди мужчин 50-54 года. Мансур Хусеинов, пятое место среди мужчин 55-59 лет. Сергей Веселов, шестое место среди мужчин 55-59 лет. и Виталий Аверин, занявший второе место среди мужчин 70 лет и старше. Вы выступаете в номинации «Женщина-ветераны», но выглядите так замечательно, энергично, бодро. Вот что бы вы посоветовали молодому поколению, чтобы выглядеть так же всю жизнь? Заниматься, конечно, спортом, соблюдать здоровый образ жизни, быть на позитиве, никогда не унывать, ставить себе цели и стремиться к ним. 10 километров трасса просто прекрасная. Я всех земляков поздравляю с этим спортивным праздником и рекомендую, это лучшее средство от ковида. Вы какое место сегодня заняли? Я думаю, в десятки где-нибудь, мне 70 лет. Это очень здорово, вот расскажите секрет, как вообще в такой спортивной форме находиться в 70 лет? Я думаю, надо вести здоровый образ жизни, забыть все вредные привычки и побольше позитива, никаких должен отсутствовать в нашей жизни. На главной дистанции Фурмунской лыжни 30 километров в своих возрастных категориях победителями стали Андрей Алипкин из Рязани, преодолевший дистанцию за 1 час 16 минут 52 секунды, и мастер спорта Алексей Смирнов из Ярославля. Его результат на 30-ти километровой дистанции 1 час 18 минут 16 секунд. Трасса превосходная, организаторы постарались, сделали хороший круг. Но я не победил на самом деле, я второй среди всех. Победил парень, который младше 20-29 лет. На 30-м? Да. Но в своей возрастной номинации? В своей возрастной, да, я первый. Что бы вы пожелали молодым лыжникам? Тренироваться, никогда не сдаваться. И как бы получать удовольствие от того, что делаешь. Победители и призеры соревнований были награждены медалями, грамотами, памятными подарками, учрежденными администрацией Фурмского района и региональным отделением партии «Единая Россия». Надо сказать, что спортивная часть мероприятия оставила весьма положительные впечатления у участников соревнований, специалистов в сфере спорта и спортивных комментаторов. Да и сами участники гонок отметили прекрасно подготовленную трассу, отличную работу волонтеров, встречающих участников и болельщиков, уютный прием и продуманные организационные моменты соревнований. Самое главное, наверное, я считаю, что в этих соревнованиях, что готова трасса. Это молодцы, и нужно отдать должное, что трасса просто в отличном состоянии. То есть лыжные гонки начинаются с этого, с трассы. Все остальное, это, конечно, в традициях уже города Фурманово, то, что организовано просто великолепно, то есть это и подарки хорошие, и призы для участников. И я всегда надеюсь, что фурмановская гонка жила, живет и будет жить. Это самое главное, это, как я уже говорил, что это настоящий праздник лыж для всех любителей, профессиональных спортсменов. Вы посмотрите, сколько народу приезжает и приезжает с разных регионов. Это довольно-таки очень-очень приятно и радостно, будем говорить. Я считаю, что вообще на президиуме Федерации лыжных гонок России можно поднять вопрос, чтобы ее внесли во всероссийские соревнования и как бы, считаю, что как бы сделать лыжный марафон. Вот это было бы очень здорово. С каждым годом фурманская лыжня становится все более значительным событием в спортивной жизни Ивановской области. Не зря фурмансцы называют этот праздник зимним днем города. Его ждут спортсмены и болельщики. Это мероприятие, на которое жители района с удовольствием приходят с семьями, чтобы отдохнуть, зарядиться энергией, полюбоваться природой, стать участником спортивной программы и получить незабываемые эмоции. Мне очень понравилась эта лыжня. Очень много спортсменов, которые, ну, хорошо приехали. Я в следующем году тоже буду участвовать в этих соревнованиях, так как я занимаюсь в лыжной секции у тренера Анатолия Сергеевича Карпанова. Который очень хорошо преподает. И с этим тренером я много чему научился. И уже занимаю места на соревнованиях, которые проходят на лыжной базе. Впечатления очень хорошие. Конечно, нравится все. Организация замечательная. Очень нужны такие праздники. Побольше бы таких. В каждом городе. Не только Фурмановые. В родняках бы такие праздники были лучше. У вас дочка, я так понимаю. Да, и ваша, да. Как вы считаете, для молодежи что дают такие соревнования? Ну, надежду дают на то, что она смотрит на старшую дочь, сестру, и хочет тоже подражать ей. Ну, мы считаем, что они, конечно, обязательно нужны. Во-первых, они прославляют наш Фурмановский район. Не только в пределах области, но и вообще в пределах всей России. Потому что, как было написано на баннере, гонка, главная гонка города Фурманово. И мы всегда рады принять участие в таком мероприятии. Пока еще мы маленькие, но будем тоже, возможно, когда подрастем, тоже будем участвовать в соревнованиях. Лыжные баталии в регионе в самом разгаре. Совсем скоро спортсмены вновь выйдут на старт. 12 февраля состоится 40-я открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В Фурмановском районе соревнования пройдут здесь же, на лыжных трассах деревни Земляничной.